Приветствую всех, с вами Сенсей. Паузу я специально делаю, у меня иногда подвисает в некоторых играх. Не знаю, пока причину не могу найти. Давайте посмотрим вот такую игру. Путешествие с рюкзаком за спиной, кое-какер из доставки Яндекс. Так я ее назвал, давайте поглядим, что она сама представляет. Любителями этой игры, сразу говорю, проходите мимо. Потому что вам не понравится то, что вы будете видеть. Но хочу предупредить, все на минимум я буду играть. И мне без надобности пыряться, таскать это говно за спиной и так далее. Посмотрим, Кодзима мне не очень заходит вообще, по большому счету. Я не знаю, пятый я смотрел, мне не зашел это. Че такое тут говно всякого напихали мне. Понравилось очень управление. HDR должен быть у вас полный, потому что он вообще не работает в окне с рамкой, а здесь работает. Здесь ребята постарались, все урегулировали. Даже графика неплохая я посмотрел. Маловато настроек, но очень неплохо. Выглядит игра. Я буквально 5-10 минут поиграл, даже 10 минут уже не поиграл. Поглядим, что это за чудо от Кодзима, что ли, Кодзима, что ли, Кодзима, что ли, Кодзима. Ну, пятый мне не зашел. Я смотрел демо-версии, пробовал, просто дрянь какая-то, нахуй. Метр Гир Солид, что ли, да? Метр Гир Солид. Я помню вид сверху, по-моему, да, сверху биться с глаз, хотел сказать. Вид сверху, мне очень зашла, вот, Метр Гир Солид. По-моему, одна из первых игр, я уже не помню, о чем это было. Однажды произошел взрыв, и планета начала вращаться в пространстве. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. Кто хвалит, прям, говорят, изумительная игра? Кто вообще, говорит, ну, бредятина полная шарохаться? Ну, мы сейчас оценим и посмотрим. Близко к сердцу не берите, для меня я не фанат вообще никакой игры. Что-то в игре понравится мне, что-то нет. Картинка мне заинтересовала, зашла. Управление зашло, не знаю, как дальше будет. Не понравилось подсказки во весь экран, зачем так надо было сделать. В полэкрана подсказки. Пейзажи так вроде ничего нарисованы. Непонятно, что тут пока, о чем эта игра. Вроде есть техника, а он в то же время пешком ходит. Сейчас мы вместе разберемся. Смотрите, Лару Крофт, Али Бабу, смотрите. Элден Ринг пока еще не умер, не знаю. Попробую еще раз, наверное, последний. Секиро застрял я, пробовал без вас два раза проходить его, и он валит, и все, своими молниями. Вот, черт вонючий, не знаю. Может, Dead Space, как его, Dead Space хотел сказать. Третью часть, Dark Souls, может быть, третью часть. Там есть мод, тоже легкий, на легкий уровень. Может, Dark Souls начнем сквыряемся. Поглядим, игры есть, смотреть есть что. Новостей пока нормальных ничего нет. Вчера я винду переустанавливал, вышли новые винды от разборчика Дэна. Ну, есть не все гладко, но обновился я, вроде все отлично. Ну, вот он на каком-то драндулете. Сейчас, по-моему, разобьют его. Насрали мне. А, дождь тут пошел, я думал, пицца достал. Вот они, крысы с крыльями. Жрут все подряд, блин. Голуби, вороны, это крысы с крыльями. Как всегда я говорю. Как он вверх ногами ездит, я понял, не знаю. Ну, вот смотрите, первый момент. Как можно такую резину поставить, блядь, по бездорожью? Я вас понять не могу. Вот вам косяк налицо. Вот кто разбирается в мотоциклах? Я два раза в жизни ездил в мотоцикле. Но я знаю прекрасно, такая лысая резина не для бездорожья. Как он умудрился ее воткнуть сюда? На свой этот трехколесный велосипед наш. Трехколесный, сколько там колес? Смотрите. Резины по кругу ездите. По асфальту. У него горная резина должна быть, шиповная. Вот неужели вот это не видят? Некоторые нахваливают, 10 баллов дают таким играм. Вы неужели не видите, что это барахло? Тупость зашкаливает. Кое-какер, блядь. Ну, давай, лети. Он видите, что творит? Ну, ладно. Смертников у нас полно. Но как он на такой резине разогнался? Она же по-сырому. Она же будет буксовать. На ней никак не разгонишься. Вот сейчас, вот в данный момент показали. Она сразу забуксует на месте. Она и с места-то не тронется в сырую погоду. Вот я такие вещи замечаю, ребята. Как вот я сегодня ВИИ смотрел и понять не мог, что за тупость. Отличный фильм, непонятно. Почему молодая девчонка превращается в старуху? Чтобы людей заманить? Так она молодая еще больше заманит. Или старуха превращается в молодую? Тогда непонятно, как ее отец не заметил всю жизнь с рождения, как он живет со старухой. И очень интересно. Что же он, блин? Ну, все великие, они или курили, или еще что-то. Это уже все написано. Так, давайте разберемся, что тут. Кнопки какие-то показывают. Что надо-то делать? А, сканируйте. Я начинал играть, вот сейчас пробовал. Мне все показывали. Сейчас ничего не показывают. Что он, что он делает? Рюкзак тянет, что ли? Как он смог просрать свое говно, не ездящие по такой местности? Как он мог вообще разогнаться на таком мотоцикле? Так, подождите, какая-то... Как отметки поставить? Мне что-то первый раз у меня... А, вот все показали, да? Вот сюда мне надо, что ли? Пункт назначения, да? Так. Это убрать, да? Все, он мне показывает, да? Что тут? Карта какая-то есть. Все, сорвались. Сейчас эту всю трясню нам надо. Картинка вообще... Вот вы видите картинку сейчас. Я покажу вам, какая на самом деле картинка игры. И она очень не радует. Вот такая картинка. Я вам, конечно, прикручивал. Вот это, наверное, надо убрать поярче. Нет, у вас, наверное, ярче будет все равно. Почему-то YouTube записывает очень какую-то бледную картинку. При HDR записывает OBS. Картинка такая, бледная. Если там картинка нормальная, что-то картинка я не могу. HDR с записями пока разобраться не могу. Ну и чего? Как вот туда попасть надо? Смотрите, тут это обнискало. Ну, он такой подвижный, шустрый. И мне очень порадовало. Все заточено под PC. Прям вообще. Хоть хрен соси, как говорится. Грубо выражаясь, мягко говоря. Че ты он там? Да, он свалился. Прикольная такая анимация. Я что-то, по-моему, не туда пришел. Матерь божья. Это баланс. Господи ты боже мой. Подождите-ка. Я что-то понять не могу. Отметку я поставил, так? А, вот он показывает сейчас маршрут, да? А как он туда запрыгнет, интересно? Куда звон-то это? Да? Может, у него крюк какой-то есть? Ай, блядь. Это вот будет выпешивать, мне кажется, в игре, блядь. Тут надо ковыряться, блядь, неделю, ёпта, в ней. Неделями, не неделю, а неделями надо ковыряться. Он будет постоянно... Говно это у него будет постоянно... Как туда пройти-то, я не пойму. Правильно я, значит, пошел с ним вокруг? Почему он маршрут не показывает конкретно? Я должен его искать обязательно? Так, а баланс как? Ага, вот, все, я понял. Две кнопки, чтобы нажать надо? Ну давай, мужик, как-нибудь сейчас-то с тобой попробуем. Как он на какой-нибудь хренососед залез. Пешеход, блядь. Давай, давай, запрыгивай, еще, блядь, немножко, еще чуть-чуть. Похоже, он здесь не забирается. Вы и за час ничего не увидите. Смотрите, блядь, что делать-то, блядь, я понять не могу. То, что это заглушает все. Да, очень не понравилось, как обычно, в Call-Duty, блядь. Ни хрена ничего не сделать, блядь, с этим звуком, блядь. Одна настройка, все, или увеличить звук, или... Вот здесь вот он, вроде, тот. Давай, мешок, все, блядь, говно. Кое-какер, я же вам сказал, блядь. А, вот, вот, вот. Блин, трухлявый, блядь. Да что ж ты за баран-то, блядь, такой, а? Я что-то понять не могу, вроде я правильно забирался-то, блядь. Ну, давай. Чё? Чё в бан, блядь, железную штуку ты заржавил, блядь, пропаку-ка. Блядь, вот такое говно, одну преграду одолеть я не смогу, да. Смотрите, миллиметр, блядь, не хватает-то. Может, я не там пошел, почему же он сюда запрыгивает? Давай, кой-какер, блядь. Да, ребятки, ну, по-моему, меня вот разочарование, блядь. Я пока понять не могу, где идти, блядь. Балансу показывает, да. Вот смотрите, здесь он залазит. Дальше не залазит. Почему он дальше не залазит? Вот же, вроде, блядь, всё, прям один раз вступи и всё, урод, блядь. Тащь тут не здесь, блядь. Ё-моё, я накурился-то, блядь. Вот здесь может всё попробовать залезть? Не поймёшь, где лезет-то. Я даже, хоть, блядь, отметки поставили бы, как Tomb Raider, блядь. В каком месте лезть-то? Очень интересно, блядь. Да, игрока, конечно, сильна, блядь. Может, я что-то не догоняю, блядь, с этим говном, блядь. Смотрите, вроде преступки здесь какие-то, блядь. Может быть, на этот преступник попробую встать? Так, дальше как ты залезаешь? У него сразу баланс, блядь, прыгает, блядь. Творюга, иди за мотоциклом своим, вонючим, блядь. Здесь я, по-моему, залазил. Я ничего не смог сделать здесь. Он не может здесь залезть. Вон туда, вон, вроде как, как лестница. Лестница такая, блядь. Идёт, блядь. Давай, ассасим, блядь. Ассосим, блядь. Смотрите, вот он, блядь, не продвигается даже. Смотрите, это что, блядь, такое? Косяк какой-то, что ли, блядь, или что? Ну, хотя бы сделали. Ну, ладно, это не эта дорога. Ну, хотя бы сделали, чтобы он мог немножко продвинуться, но. Может, вот здесь? Я что, блядь, один приступок буду искать, блядь? Ну, и так ничего не увидите, никакую игру. Может, какую-то кнопку надо нажимать, чтобы запрыгнуть? Всё, угомонись. Сигнализация свободна. Вообще залазить-то может где-то? Я в игре никаких объяснений не увидел, блядь. Пока что. Давай полежим, а так вот. Я считаю, что игра интересна должна начинаться. Прям, блядь, сразу интересно, блядь. Пока для меня ничего интересного нет. Я не могу запрыгнуть, вылезти из этого говна, блядь. Я даже понять не могу, где он запрыгивает. Почему он здесь вот не запрыгивает? Может, какой-то крюк есть. Мне ничего, никакие объяснения не дают. Один, два, три, четыре. Чё это такое вот? Убрать, чё убрать-то, блядь? Чё такое убрать? Фляга какая-то, выпить. Так, и чего, чего теперь дальше? Залезть. О, смотрите, кнопка загорелась, залезть, блядь. Вот на эту штуку загорелся. Может, вот здесь где-то проход есть? Здесь вроде всё... О, блядь, дырка какая-то. Ё-моё. А я там... Там запрыгнуть быстрее было, блядь, чем здесь. Чё, не могли две дороги сделать? Я не понимаю, ребята. Можно же было две дороги сделать. И там, и здесь. Или хотя бы пояснить там. Мы пошли не туда. Я как здравый человек, в здравом уме, блядь. Везде скалы. Решил там запрыгнуть, блядь. И место там очень похоже, что он должен был там запрыгнуть. Ну, чёрт ты, блин, а? Ушастый барбуз. Куйкакер. Правильно я его назвал, куйкакером. Я по-другому хотел назвать. Дальнобойщик хотел назвать. Вот ты, козлина какая-то. Блядь, еле раскрутил её. Щели эту, блядь, половую, блядь. Разве там... Там обрыв. Ну, я даже не думал, что туда надо идти. К обрыву. Я вижу там это зелёное тряснёт. Её и запирайся. Чё у него тут черепаха? Как такую... Татуировку вообще можно сделать на руке, блядь? Насколько надо быть бараном, блядь? Чё-то такую татуировку сделать? Вот я вообще понять не могу. Или быть сопляком, может, мальчишкам каким-то маленьким был, блядь. Сделал вот такую татуировку. Чё-то покраснел. Не превратится ни в кого. На башке нет седых волос, а волосы на пароте на этом. Сначала на башке появляется, блядь. Трава зацвела, блядь. Дождик, блядь, хорошо промочил всё. Очередной наркоман, что ли, блядь? В самом деле, блядь. Чё-то. Смотрите, какие-то чудовища. А тут, раз, есть какие-то ужастики. Чудовища какие-то есть, раз. Блядь, заберёт сейчас у тебя товар-то, тупица, блядь. Дай ему помордину. Дай ему помордину. Все проебусь, блядь. А может, это просто на заставку. Чё-то, кто тут вообще, я не пойму, блядь. Насрал около них, пошёл, блядь. Вы видели? Или намочил, блядь, пометил территорию. Кто-то. Пационёнок такой, блядь, это, да? Накачаный грузами вонючим. Почему-то не горбатый. Обычно... Сейчас я удивляюсь, вот, девчонки, блядь, с рюкзаками ходят. Они же все горбатые будут. Через 10 лет она будет всегда вот так ходить. Они вот так ходят. Задница там где-то сзади, а башка впереди вот так. Даже без рюкзака они уже привыкли вот так ходить. Они так ходят всё. Рюкзак снимает и всё равно так ходят. Меркается в ад. Так же и он должен. Какая-то курица везет посреди, блядь, пустыни какой-то, нахрен. Скал и горб появилась. Глючит его, что ли? Парит не по-детски. Ухватился он. Да отпусти ты его, нахрен! Никуда он не денется. Нельзя в таких условиях заниматься сексом. Ему грустно доставить. Я так ставлю, сейчас штрафы, блядь, пойдут, да. Там будет первый взгляд, но как увидите слово продолжение, значит, будет продолжение. Я его поменяю. Пока первый взгляд, потому что не знаю, как она зайдёт, не зайдёт мне. Тем более вам. Поставлю пока первый взгляд. Завтра я посмотрю. Если что, изменю название. Каждый. Более тысячи роликов на канале, и не только игровые. На ютуб, главная страница, там несколько тем. Хиральные. Втирает она хиральные. Хиральные. Парень, классная девочка. Встретились посреди, блядь. Гор. Равнин. Безжизненной системе. Да, слыхал про тебя. Правда? Сэм Портер Бриджес. Очередной женский сценарий, может? Нет. Кодзима, Кодзима. Пятая часть мне не зашла, конечно. Там управление просто убогось. Представные шаги, по-моему, там не делает. Но вообще управление один в один. Сожрёт сейчас, мать. Точно, блядь. Криптобиот на ужин, и зонтик не нужен. Чё, им жрать нечего, что ли? Я не пойму, блядь. У него тачка, блядь, сука. За 10 штук баксов, блядь. Которые он угробил, да. Они жрут каких-то червяков. Хочешь поработать на меня? Одному тут, наверное, тяжело. Какая-то, это, госпожа дерзавка. Я думал, в экспрессе работает много людей. Много предателей. От нас мало, что осталось. Крутая такая. Крутотёлка. Да и от меня. Тоже мало, что осталось. Не жри червяков-то, блядь. Ничем помочь не могу. Я просто курьер. И всё. Центральная диспетчерская Бриджет. Подрядчик вилла. Ятекс, блядь, напрягает её. Уже херачит её. Клеты ждут. Пошли, блядь. Бери Шинель. Пошли до войны. Достаточно спицы, блядь. Смотрите, смотрите. Ты идёшь в город? Картинка так прикольная, да? Так хорошо выглядит. Вид такой приятный. Эти твари не уходят надолго. Особенно с ней. Зон такой, вы видели, блядь. На помойке нашла, блядь. Блядь, меня зон лучше, чем у неё. Столетний, да. Тоже раскладывается и складывается сам, блядь. Купол такой, блядь. Может пятером идти под ним. Дождь ускоряет время для всего, чего касается. Но он не всё может смыть. Прошлое не отпускает. Портер. Яндекс. Сэм Портер Бридж. Всё, потерялся. Я говорю, глючит его. Какая-то баба-красавица со старыми руками жрущий червяков. Ну, чё это может быть? Только передоз может быть, наверное. Картинка чё-то трясётся, ребята. Давайте прекратим трясение картинки, блядь. Попробуем. Вертикалка, что ли, влупить. Только бы она на запись не подействовала. Я один раз влупил, блядь, и я её стараюсь не включать. Блядь, картинка какая-то стала тормозить, блядь. Сейчас я куда иду, правильно или нет? Как мне узнать, куда я иду? Подождите, блядь. Я что-то забыл, блядь, а. Центральный узел, да? А кто убрал у меня эту штуку-то? Приятная такая музычка, да? Блядь, опять! Ну вы чё, обалдели, что ли, тут нахрен? Он плавать умеет, интересно? Нет? Ну вообще здесь нет, негде пройти, ну. Вниз спуститься вот так, вот через водопад вот здесь. А где подняться? Опять какие-то хитрые ходы, блядь. Сейчас, забуксуем её. Блядь, и здесь тоже не спуститься. Я не знаю, что делать, блядь, в этой игре. Реально, блядь. Ну-ка, давай. Чё-то такое? Какая-то заставка, что ли, чё? Вздох он, наверное? Вот чё это такое? Чё, блядь, под водой, что ли? Вот, я, варанки. Вернуться, чё это такое? Вернуться, куда вернуться? Чё это такое? Куда вернуться-то, я не пойму? Мужик. А, вот, всё, всё, отлично. Давайте. Ну, блядь, он какой-то чернотой. Он не куриный, это вообще какой-то нахуй. Чё-то сожрал, блядь. Да, ребятки, да. Тут, блядь, ходы надо выискивать. Почему он показывает туда ход? На, прыгай туда, нахуй. Чё, сдох. Блядь, глубины не хватило, блядь. Вернуться. А сколько раз можно возвращаться? Постоянно, нет? Может быть, плавать тут надо? Всё, он не плывёт, блядь, вроде. Чё это такое, вообще? В другом мире, что ли? Постоянно, сейчас, смотрите. Одно место, блядь. Только в борту у него, скорее, или у женского это показывает. Придатки, женские. Поймут, чё тут казалось? Вот, дреснюк какой-то, сожрается. Чего он жрёт такое? Какой-то, как-то затей. Давайте попробуем где-нибудь, вот, спрашиваю. Пошапать здесь. Вот какая-то дорога, вроде, похожа, да? Ну, я, может, на халяву хочу, всё, по-быстрому, на прямой. Ну, мне кажется, надо маршрут показывать. Примерный, хотя бы, там, до этой точки, до той точки, блядь, добраться. Ну, вот так, ну, точками, блядь. Здесь вообще... Кодзиметрик, да, Кодзиметрик. Смотри, смотри, сносит его, блядь. Здесь с анимацией, да, всё в порядке, вроде. Специальная игра сделана для анимации. Ну, как он у меня прыгал первый раз, это просто жопа. С пышками, там, вся. Я сделал всё лёгкое, всё, всё улегчил, блядь. И груз, и всё. Не знаю, может, надо... Поправляй, давай, рюкзак, смотри. Вон оказалась метка, ребята. А может, вот здесь надо подняться? Музыка только развлекает, я понял в этой игре, блядь. В этой игре развлекает только музыка, блядь, ребята. Потому что это не развлечение вот так бежать, блядь. О, смотрите, маршрутик появится. Я не могу понять, почему здесь маршрут вот именно вот так показывают. Давай, мужик. Как такое вообще можно придумать, я не знаю. Ну, вот дальнобойщики кто-то тоже придумал. Блядь, ну дальнобойщики там интереснее, там, мне кажется. Хотя здесь, наверное, у неё тоже есть какие-то апгрейды, блядь. Собеда двигателя, мозгов, блядь, еще чуть-чуть. Фантастическая хрень. Он у меня 25 раз, наверное, бы упал, если бы я там не сделал бы противовесы все вот эти минимальные. Опять, блядь, смотри, надоемка, блядь, честно, не представляешь. А, вот здесь в отверхе ограничить поставь. Что-то такое. А, вот туда, наверное, надо идти, да? Писем, что-то про писем поёт. Мы так и делаем, тут похоже, блядь, пока игры я не вижу. Что ты такой вот собираешься, интересно? Что-то понимаете. Чёрт такой, блядь, работётка у неё такая, блядь, я не знаю, но... Блядь, грузчик, по-моему, самый хреновый, рвать. Но это ещё круче. С такой работой ему можно озолотиться, блядь. Он у нас, как доставка-то, блядь, там хорошо зарабатывает. Только бегает, блядь. Ну, там есть велосипед, здесь и велосипеда нет, блядь, здесь кишком сюда. Может, ему попробовать всё-таки какой-нибудь горный велосипед, да? Что это такое за говно выводит, да? Чё там груз, чё он там? Груз доставлен, блядь. Игра затягивает своей тупостью. Интересно, чё ж дальше-то будет? Вон, блядь, бери вот эту точилу, блядь, и... И сорвались, нахрен. Ладно, обратно пути выйдем, блядь. Попробуем, блядь. Квырять. Терминал появился, блядь. Доставить. Чё такое, я не пойму. Чё, блядь, нельзя, блядь, одной кнопкой всё решить, блядь. Двадцать пять тысяч раз надо обязательно нажать, блядь. Оп, тёлка. Ты где, из помойки откуда-то вылезла, что ли? Я не пойму. Где у тебя костюм-то, блядь, курица, блядь? Похоже, тебе крепко досталось. К счастью, груз в идеальном состоянии. Обжателем. Да, ты заставил нас ждать. Но всё остальное в идеальном состоянии, так что... Она откуда вылезла-то, я не пойму, блядь. Грановщица какая-то, что ли? Смотрите, она с наручниками даже, блядь. Всё, пропускаем, чёртовой матери. Автопропуск. Мне вообще неинтересны эти цифры, блядь. Ваши говённые. Особое вручение. Сэм-бордер-бриджес. Приоритет выше. Высший, он, блядь, вышел-мышел, пёрнул-вышел. Высший, блядь, приоритет. Посмотрите на него, блядь, он пешком бегает, блядь. Он даже тачку себе не может приобрести. Чё это у него за такие блямпочки? Кругляшки, блядь, чё за кругляшки? Карманы такие подвесные. Чё они делаете, эти кругляшки? Тихо, смотри, вот оно, уточился. Вот сейчас поедем, блядь. Опять своих двоих. Опусти. А зачем ты вообще поднял её, тупица, блядь? Так лучше видно, что ли, блядь? Или безопасно? Там не сказано, сколько он поглощает, дэти. Пошли. Наркотических средств. Инфетамин, что ли, как он? Фитамин, что ли, как называется? Что-нибудь этого. Иди сюда, глянь. Сейчас загрузится, блядь. Повезём его в крематорий. Придумать такое ведь надо, блядь. Чушь так. Может, игра-то замечательная, не знаю, посмотрим. Никак. Он покончил с собой. Боже. Повезло, что мы его нашли. Сразу заморозили, но сколько ещё до некроза? Повезло кому? Что мы его обнаружили? Труб куда-то тащить, что ли? Что за тупость такая? Ну вот и поднимай его. Ну, у него уже первая стадия некроза. Надо спешить, иначе тут всё разнесёт. Ну так что, ты нам поможешь? А у тебя какая стадия, интересно? Это пандемия какая-то, да? Скорее всего. Тащите его куда-то. Говорит, сжечь не можешь, да вот город рядом. Зараза разлетится. Только чувствую. Так закопайте его нахуй. Топить его в реке. Бэбэй, ты гарантия того, что мы прорвёмся. Хотя в реке-то нельзя закопать. Ну, смотрите, ребёнка вынашиваете. Да чему ж поганые ощущения? Юниор какой-то. Это ведь контакт с той стороной. И мне не по себе. Вот кого он забеременен? Погнали! А кто это там, блядь? Смотрите, кто это там погнал-то? Водитель. Я думал, он один приехал. Я что-то там не видел никого. Зачем они поднимаются? Вот на эту штуку. Для чего вообще такая машина? Вот я понять не могу. Чтоб подъезжать где-то задом, сдавать это. Контейнер, там помещение-то маленькое. Ландбейт контейнер водки. Боже, опять на лысой резине, блядь. Чему они все на лысой резине-то ездят? Я не пойму. Как они вообще здесь ездят? Она же проткнется за одну секунду острым камнем. Такой резинок. Вы посмотрите, у них место здесь. Да чего машинки поднимают они? Все равно она не сможет по скалам не где-то ездить. Это же... Это-то какое. Не луноход. Теперь верится. Она, видите, у нее какая конструкция там. Как видишь, выход смерти сделал из нас решит он. Единая конструкция. Четырех колес. Все нам тупо из, блядь. Из этой игры прям вываливается тупо из. На тех, кому бы счастливилось выжить с мыла темпоральным дождем. А потом эти мрази с берега. Мир живых и мир мертвых перемешались. Интересно. Вот тогда люди попрятались по городам. Зомби тут подходить, да? А курьеров вроде тебя вознесли. Потому что если будет такая вот дресня, блядь, которая выблевывает, это тупо из нас. Где они, мертвые? Мертвые спокойно. Постоянно. Смотрите, смотрите, дресня полет. Как у нее изо рта, блядь. Он сейчас взорвется. Взорвется. Вы оба, блядь, больные. И ты скоро взорвешься, что же. Он жрет какие-то витаминки, да? Амфетамин. Че, блядь, срать сели, что ли? Я вообще наблюдаю со стороны на вас, ребята. Давай, че делайте? Да поопусти ты машину-то, тупица, блядь. Она будет быстрее ехать, блядь. Спротивление будет совсем другое. Блин, я самому как будто я вид из глаз держу. Самому хочется это повоять. Блядь, у тебя с улетит, ёпта. Улетит сейчас, этот дурак, блядь. Карлсон. Че это такое, блядь? Это антенна, наверное, да? Че это ухорит? Ничего. Я думал, сейчас улетит. Ну вы че, блядь, ну когда, блядь, я не пойму. Я в 15 минут уже играю, блядь, и... Б-бэ, что ли, не работает. Не пойму. Никаких событий, блядь. Кроме вашего мешка с говном. Заглох, что ли, дурак-то, блядь. Че происходит-то? Ночью-то нельзя, что ли, передвигаться, да? Так интересно, это, че-то они... Типа события. Я думал, играть просто, принеси-падай. Привет, я тоже рядом. Че там, куда ты едешь, дурила? Вперед, смотри. Блядь, несталковый. Что за паран, блядь, не водитель, а чёрт какой-то. Скотина-то, да, живая? Цветы растут опять. Ну, живой, что ли? Вставай! Как это, в Альпе-то, помните? Там скачки-то. Он говорит, моя лошадь сейчас выиграет. Это тот, который упал? Он говорит, вставай! Может, он говорит, отдохнуть лёг, говорит? Все, что-то затормозили. Все, что-то выходят. Кот-зима затормозила. Кот-зима затормозила. Водила трогай, блядь. Блядь, придавила его, нахрен. Как ты вылетел-то туда через стекло-то не до конца, блядь. Непонятно же. Повезло тебе. Сейчас он тебя на вертолете вынесёт. Смотрите, смотрите, блядь, ничего себе, блядь. Он постарел, а так ты его нахуй. Чё это с ним, блядь, смотрите. Он постарел, тоже рот за полом. Ещё и не умер, блядь. А кто это ходит, блядь? Я не пойму. Ноги какие-то, блядь. Бегала рука, блядь. Какой фиг? Семейка-то Адамса. И здесь рука какая-то ходит, блядь. Как он мимо его прошёл здесь? Он такой здоровый, блядь. Вот отдайте ему этот... Труп-то отдайте. Ну, пока вроде ничего. Хоть я тут критикую игру, вроде ничего пока интересно. Считаю я её как новую. Смотри. Потому что я какие-то отрывки видел, как он чёрт нату-то. И эти, и эти, блядь. Точно, и эти пришёл. Ну чё, блядь, на его территорию-то залезли, блядь? Чё это такое, блядь? Кровь такая... Чё орёт это, блядь? Чё подумал? Сдохнул, боже, полгода, блядь. Это смерть, блядь. Смерть, наверное, да? Это смерть, блядь. Видите, он пенсионером стал сразу. Тут же, блядь. Блядь, чё ж ты сразу, блядь, не сделал, блядь? Ну давай стреляй уже, блядь! Что ты за конь-то, блядь, сука? Серогорбый, наверное. Почему он не стреляет в него? Ну ты мужик, блядь, карлсом, блядь. Долго ты думал? Ещё какой-нибудь поедет. Якуль за какой-то был. Ребёнок зашевелился. Чё такое здесь происходит, блядь? Чё-то понять пока не могу. Вот он стреляет. Собака, чё-то обнаружила его, вот эта вещейка, блядь. Оп, за пенсион, тебя взяли, дурила, блядь. Смотри быстрее на это. Ребёнка выбросил. Взял, ребёнка выбросил, блядь. Эх, и ни хера себе. Вот ты даёшь, котик. У него пистолет плавает. Ура, блядь. Залетает, да. Думаю, чё это у него пистолет-то плавает? Пластмассовый, что ли, блядь? Оказывается, всё поплывает наверх. Забирает всё. А почему он-то, блядь? Почему этот олигофренд, блядь? Ему ничего не делается. Он потому что зараженный. Он наполовину, блядь, этот зомби, блядь. Потому что он кой-какер. Смотрите, смотрите. А ему плевать. Нормально он избавился, кукушонок, да? От ребёнка, блядь. Ребёнка сбросил, блядь, как кукушка, блядь. Ёх ты, вот это член. Или это кишки? Чё это такое у него? Ну-ка внизу, чё там такое? Да нет, вроде не член. Ну, давайте начнём играть. Блядь, опять лежит. Твою мать, а! Я вообще люблю вот эти заставки, но когда их не затягивает, когда очень затянут. Ну, вот так, побыстрее, ускорьте подъём-то его. Имя-то дали. Вообще они обкулы. Я говорю, он теперь этому предназначен. Миссии вынашивания. Какие-то намеки, что ли? Или просто такая схема игры? Ой, письюн нам не нужно на письюн, смотрите. Вон, мальчишка, пожалуйста. Тоже в наручнике, смотрите. Чё-то все прикованные. А чё это у неё такое на шее? Смотрите, красоты, блядь, верят. Ребёнка вытаскивали. Чё-то забиркивали, интересно. Флэшки? Да, флэшки, наверное, точно. Ящики открывать. Я вам сейчас честно скажу, вот, ну, бредятельно, ну, полная бествола. Чего вот это, какое-то говно летающее? Я не знаю, сколько нужно выкурить, чтобы такое придумать. Как бы там не хвалили его, ничего мне от него не зашло, блядь. Какие-то летающие черти, я не пойму. То ли ангелы, то ли дьяволы, то ли кто хрен, черти какие-то. Ничего непонятного. Вот эти вот заставки, они без надобности. Ребёнка какого-то припрелили. Ну, может быть, всё это раскроется потом, но некоторые даже и не досмотрят эту игру. Опять идёт кобыла эта. Смотрите, какая хорошая. Она вроде, да? Да, госпожа? У неё ребёнок-то должен быть вообще-то, а не у него. Какая-то чушь пошла, несусветная она. Всё вперемешку. И крабы, и вода, и... Какие-то трубы вон, что-то качают тут. И вон, и... Живность мёртвая. Такое ведь надо придумать. Это... Сколько надо курнуть, чтобы вот такое говно увидеть? Сочинить, я не знаю. Вот 10 минут на помойку. Вот с того момента, как тот вот застрелился, куда-то улетел, зачем вот это улетание сделали? И всё, вот. С того момента я ничего... Просто затягивание игры. Флешки у него-то, смотрите. Чё? Зачем вот это бредятин? Вот это мне не понравилось. Это 10 минут? Отвратительное. Зачем всё это говно? Я играть хочу. Какое-то говно показывать. Вообще бессмысленное. Бессмысленное говно. Может быть, и смысл откроется, но... Когда он откроется? Опять вот плавать должен, что ли? Эх, ты ничего себе, прилетел. О, я постоянно в глотку... Опять это, опять вынашивание это в этой штучке. А, отлично, всё, окей. Наконец-то, блин. Давайте... Мне уже что-то захотелось даже чуботаны потаскать. Вот эти 10 минут вообще вырезать надо из игры. Вообще вырезать. Вот как он... До того, как полетел он наверх, вот это говно вырезать всё. Был бы страшнее и интереснее. В рот ему будем смотреть, чё он, блядь. Это какой-то какер. Ключ ты его, блядь. Конкретно ключи-то. Здесь и игры-то нет. Здесь одни глюки вот этого главного героя. Смотрите, чё он трично взял. Он нажрался этих тараканов, он, видите... Полный бредятина. Бред, блядь. Сумасшедший он. Бессмысленный бред. Давайте нам игру. Мало у него груза. Сейчас этого ребёнка будет с собой таскать. Игра пока 3 из 5. Однажды произошёл взрыв. Или 5 из 10. Он породил жизнь, какой мы её знаем. А затем ещё один взрыв. Вот отсюда надо было сейчас начать показывать. То вырезать всё, пока он не полетел туда наверх. станет последним. Вот он очнулся, и вот... Вот эта заставка должна была быть. Всё, что было до этого, бредятина. Полная бестолочь. Ну, а куда деваться-то? Вот. Так я вот только могу. Для этого и пишется. Честно от Сенсея. То, что думаю и говорю. У нас чёрт такой, был или есть сейчас. Жирный тв. У него в каждой игра, блядь, замечательная. Каждый говно какой-то. Обалденная игра. Вот делают деньги люди. На этом я вообще не знаю, как можно заработать в такой игре. На начале такой игры. Возможно, потом будет интересно. Маловероятно. Поглядим сейчас. Может, она этой тупостью и затягивает? Пока интересным не проявляет ничего. Ничего не понятно. Мир живых, мёртвых. Ну так, домбик сделать никаких не будет. Чё это за плевотину показывать какую-то? Чёрную плевотину? Это пандемия, значит. Причём здесь живые и мёртвые. О, кулон сменил, смотрите. Опять ему снится, что ли? Да он в психбольнице оказался, идёт. А я ругаю игру. И да разве ты ему, если ты приснился. Ну, каково это? Вернуться обратно в мир живых. Не бойся. Нет, видать. Я врач. Ну, коронер. Изначально. А на руке нельзя было отцепить? Моё имя Дэдмен. С мертвецами я знаком. Не как ты, конечно. Я-то, несмотря на моё имя, ни разу не умирал. Ты так лучше не делай. И я, конечно, не эксперт, но уверяю тебя, это для твоей же безопасности. Видишь? Так я под арестом. Это не наручники. Это суперустройства, которые всех нас связывают. Нас. Да как не наручники? Он пристёгнутый был. Тупица ты, блядь. Бестолковый. Он был пристёгнутый ими. Нас. Ага, Бриджес. Борцов за светлое будущее или за выживание. Называй как угодно. Шрам у него на пашке. Он должен летать операцию. Сколько времени? Смотри. Попробуй прижать его к коже. Вот так. Ну, второй-то наручник-то отцепите. Он не может отсоединить второй-то. А, вот он. Расслабься. Это просто значит, что тело установило связь с браслетом. Смотри. Он будет держать тебя под круглосуточным наблюдением. То есть не он, а мы. Чтобы помочь. Какого? Два дня. За это время мы позволили себе взять пробы твоих жидкостей. Ты возвращенец. А это дорогого стоит. Что осталось с теми ребятами? Окей. Все это тебе приснилось. Центральный узел уничтожило в ходе взрыва. Настоящий гейм-овер. Теперь это кратер. Уцелел только ты один по понятным причинам. И твой сломанный ББ. Ребенок жив? Подлежит ликвидации. Все равно не работает. Он бесполезен. Ребенок-то где? Мы всех потеряли. Не только отдел утилизации. Мою команду, штаб, весь в Риденфорд. Всех, кто был в Центральном узле. Почему у него руки такие здоровые? Смотрите, он лазит что-то по горам. Мы с тобой сейчас в Столичном узле. Или вернее в Новом штабе. Почему он такой накачанный? Бешокся с бедой. Таскай. Где он успевает качаться? Би-би-би. И тут полный раздрай. Вот эта машина-то. К счастью, директоры команды поддержки тогда были за городом. Так что руководство не пострадало. Вот это название этого главного убрать как-то прости, что не даю тебе переговорить, но для тебя есть дело. держатся только на его имени. Вот на фанатах этого человека. У него везде он отпечатки. А это отметина откуда? От женщины в пещере. Ясно. Вы что, осмотреть его не могли? Твоя дня провалялся у вас. Понятно, почему ты ходишь один. То есть, он не видел этого всего. Анализы все у него взяли, а этого не видели. К делу. Это срочная доставка. Тупость. Тебе нужно будет отнести Морфи президенту. О, какого президента в Америке нет? Ты говоришь про мэра центрального узла? Нет, 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 не мэру. Америка жива, Сэм. У президента рак в терминальной стадии. Состояние критическое, но время есть. Ничего, он, до сих пор ходит, поступает. У него рак мозга. Сделай, как я прошу, и ты сам все поймешь, что ты сам не можешь. Рак мозга у этого президента. Видишь ли, меня здесь нет. Извини. Это лишь херолеграмма. Хер, чего? Чего-то у него все с матом связано. Потекут слезы. Реакция на передачу Хиралия. Я на самом деле сейчас в изоляторе в большом треугольном здании. Я говорю, мужик, это члены у него был, Хиралий у него был. Бриджес заключает контракт на доставку с Сэмом Портером. Да ладно, у вас же там есть Морфий. Почему все это? Скажи правду. Правда в том, что последний президент Америки хочет тебя повидать. Неужели ты откажешься? Почему его-то именно? Разъясни нам. Ему-то плевать похоже. А нам-то разъясните, почему его? может он хочет это кровь его выпить. Давайте уже побыстрее, шевелитесь, крутите педали-то, блядь. дам тебя в изоляторе. Сколько можно тянуть-то, блядь, с началом игры-то, господи-то, боже мой. Я уже задницу отсидел. 15 минут игры было, блядь, все. Ну, мне нравится, я всегда подчеркиваю, заставки, все. Когда все по существу, как ведьмак там, есть какие-то разговоры идут, что-то интересная какая-то информация. Это бессмысленное говно. Накуренного человека, блядь. А чего он бросит? А? Почему сэмпортер бриджес, заказ на доставку. Необходимо доставить в изолятор морфин для немедленного введения президента. Надеюсь, меня правильно поставили. Правильно направлено. Машин, дайте мне, я же не побегу пешком, вы че, блядь, думаете, что я идиот? Похоже, если потерялся, открой карту на своем браслете. Изолятор ты вряд ли с чем-то можешь спутать. Если не знаешь, как добраться, ставь метки и черти маршрут. От изолятора изолятор ширяется и дальше пока. Так, ну где у меня эта метка-то? Я что-то ее не вижу. Правильно я побежал с тобой? Я тут тачку какую-нибудь дам. Конечно, не GTA 5, но извините меня. Бля, балдеете нам. Че, смотрите, как я бегаю. Бля, че, ты парень? Сэм, если хочешь проверить, туда ли ты идешь, посмотри на компас. Он никогда тебя не обманит. Все правильно, че, пошел ты нахер, блядь. место назначения. Свино-то, блядь. Вон у меня тут уже этих полос, как грязь. Еще раз мне показывают то же, что я уже знаю с начала игры. Кто это? в центральном был не только штаб Бриджес. Это также был центр движения реконструкционистов. Если бы президенту не вымерли, что ли, блядь, техническая часть такая здоровая, блядь. Ни одной машины нету, блядь. Че, я так и буду, что пешком-то бегать? Я знаю, что говорили, что там вроде надо таскать грузы, но, по-моему, какие-то передвижения должны быть вообще-то. Вон машина наконец-то, блядь, сейчас мы сядем и поедем. И поедем и помтимся на оленях утром раним. А как здесь вообще игра-то записывается, я что-то понять не могу. Че-то я не обращал внимания, как она записывается. до заставки или как? Или сохранялки есть как? Нет, там, по-моему, последние точки есть. Ща, посмотри. О, люди! шансов никаких. К сожалению, боюсь, что нет. Надо начинать приготовление. Сэм, это я, Дэдмен. Вот он, Бэтмен. Прости, я забыл. Ну и дурак ты, блядь, тупорылый. Ты пять минут назад с ним разговаривал, уже, блядь, забыл. Боюсь, что состояние президента ухудшилось. Спасибо. без с ним. Это поможет унять боль. Чтобы она могла поговорить с тобой напоследок. А, баба даже оказывается президент. Первая и последняя женщина президент Соединенных Штатов. Ты ведь ее помнишь? Она тебя воспитала? Одет ты не очень-то подобающий. Вообще, последний президент у вас Трамп должен быть. Предсказали все, все оракулы, известные, что Трамп будет последним президентом в Америке. Потом Америка развалится. На части такие. Как вот ключи такие? Почему она не работает? Ух ты. От нее все трубки эти. Сейчас эта деваха раз и окажется эта деваха. Это правая рука президента. Директор Бриджеса. Ну и поставьте ее справа. Да. Справа он стоит от ее. Ты был в Бриджесе один? Значит, ты тут и так всех знаешь. Часик на 7, наверное, сейчас. Дождитесь хорошей картинки. Поздно уже сказал. Но я все равно буду это заливать так, чтобы на выходе хотя бы... Сколько прошло, сам? Лет 10? Ну, мы уже собрались вместе бессмертные уроды. Ну что ж, я тоже рад тебя видеть. Президент ждет. Бессмертные какие-то. как немец какой-то фашист. Это твоя мать, Бриджет. Она немного не в себе, но тебя-то она должна узнать. А он не знал, что это его мать. Хотя, а что он так ширеется, что чернота у него вываливается. Мадам президент, Сэм пришел. Носильщик, носильщик. У президента, блядь, сын носильщик. Блядь, и доставки еды. Просто бредятина какая-то. Не рядом с ней, она где-то там шарохается, блядь. Товары таскает. Мы оставим вас. Где-то он путешествовал с грузами. Я знала, ты вернешься. Ни одного не знаю человека, чтобы это могущественная семья ушел и на помойку, блядь, жрать там всякое говно, блядь. В Яндекс еду, блядь, пошел. Только само имя чего стойко. Сын президента. Амелия. Амелия? Ты помнишь, она ушла на запад. Путь занял три года. Она хочет отстроить страну. Вы не забросили эту идею? Я хотела отправить тебя, Сэн. Время на исходе. Помоги, ты ей нужен. Вместе вы восстановите связь. Объедините Америку. Амелия. Да он чернухой плюет. Сэн, если мы не объединимся, человечество обречено. Но страна нам больше не могла сказать. Иначе у нас нет будущего. Нет, Америке конец. Бриджит, ты президент пустого места. Нормально они поговорили, да? Сейчас сдохнет она у в глазах. Никто даже не отреагировал. Аппаратура все к чертовой матери. Ничего, даже ни один врач. Прошу. Чего он ее боится-то, если у нее тоже такая же херня и? Так ты хочешь помочь мне? Нет, я... Да, сюжет, конечно, тут опугарил. Видите он как выглядел? А потом он куда-то отправился в доставку Яндекс. Еды, блядь. Я люблю тебя, Сэм. Я буду ждать тебя на берегу. Мадам президент! А, нет. Ну вы и тупицы, блядь. Не слышали и не видели ничего. Тут все разрушено. Вся аппаратура к чертовой матери. Все трубки повлетали давным-давно. Они только услышали сейчас запищал. Вся аппаратура свалилась. Все, хватит ее откачивать. Курите пока. Пока ее откачивать. Можете покурить сходить и пробздеться, как говорится. Ну ладно, мы ссылаемся на то, что не знаю вторую часть, посмотрим по вашей реакции, но если ее не будет, я даже сразу же ее нахрен на помойку. Возможно, она выживет вторую часть, там посмотрим, может, начнется игра после, потому потому что начало не просто затянутое, а и высосанное из пальцев. Какая-то бредятина, но полный бред, бред сумасшедшего. Все, что нам показывали сейчас, это я не знаю, сколько нужно выкурить, чтобы вот такую бредятину мало того, что сделать, еще смотреть ее. Это как трезвому не очень смотрится. Слушай, никто не должен знать, что она умерла, иначе Бриджесу настанет конец. То, что здесь произошло, останется между нами, ты понял? Да, директор, но как нам поступить с телом без отдела утилизации? У нас есть решение. Вот он пусть и тащит. Тихо, подальше. Сэм, перед смертью президент заключил с тобой контракт. О чем ты говоришь? В качестве члена Бриджеса ты поможешь нам всем восстановить Америку? Ты хочешь меня завербовать? Она уже пыталась. И у нее получилось. Взгляни на свое запястье. Если уж это не символизм, то я не знаю. Директор, рак распространился по всему ее телу. Изъятие органов исключено, и проводить вскрытие нет нужды. Тело нужно кремировать, пока не начался некроз. Иначе от нас тоже останется один кратер. От меня то, что требуется. Люди взрываются, Я похожа. С чего они взрываются? Твои знакомые из отдела утилизации очень интересные. библи. Что там скапливается? Тело президента нужно сжечь. Выплеск разрушил дорогу, которая вела от столичного узла к крематорию. Теперь добраться можно только пешком по горам. На платность хероли там зашкаливает. Почему он маски-то? Я понять не могу. особый человек. Не должны его лицо знать? Возвращенец. То есть я. Почему? Потому что твоя мать. ты уже один из нас. Что ты за тупорез такой? Поднимай седалище то, бля. Сэм Бортер Бриджес. Я сейчас Лару Крофт играл, бля. Прям с удовольствием. Я даже Али Бабу играл и то больше удовольствия получал, чем начало этой игры. Это просто какой-то бред. Высера. Она неустанно трудилась своими объединениями нас. Посмотрим, что дальше. Посмотрим. будь ее, не было бы и Бриджес. Вторая эта часть, наверное, скорее всего будет. А может быть и втянемся. Но мы этого сделать не можем. Вместе с ней умрет Америка. Без нее Бриджес тоже исчезнет. Слушай. Просто вы еще об этом не знаете. Ее кремацию нужно провести в строгой тайне отцунами накроет всю эту хренатень. Создать ее очень просто. Со стороны России. У вас есть президент. Сейчас песок сыпется. Сейчас главное довести до конца дела начатое твоей матерью и отстроить Америку по ее заветам. Для этого существует Бриджес сделай первый шанс они гордятся вот американцы смотрят эти ролики. Гордятся наверное. Если мы про русских говорили я подумал что за бред что за тупость сколько надо выкурить чтобы такое говно быть поначалу игры вот двойка двойка сюжет двойка за игру пока двойка дать не могу вроде так ничего сделал неплохо управление все так вот сейчас труп потащит никто его не заметит труп на спине творить никому не надо труп плевать плевать вы машину дайте отсюда выезд потом я потачу ловлю не подним и не и подним и вот сейчас смотрите сколько он по асфальту побежит времени я вот не удивлюсь что вот он сейчас по асфальтику бежит по дорогам а потом по бездорожью в игре можно было сделать машину сесть доехать до определенное место там высадиться и где не проехать и так далее какой-нибудь луноход блять в конце концов придумать чтобы он мог по местности дерзать я на ходу и тут сука сильнее бы сделал игру ну ладно давайте на этом закончим я думаю достаточно на первый раз поглядим что скорее всего вторая часть будет следите как первый взгляд изменится продолжение значит будет продолжение всего доброго берегите себя до новых встреч